Всем привет! На дворе зима. Противно, холодно. Много свободного времени. Попробуем сделать панно из некоторых наших находок. Вот есть у нас одна такая картина. И вот такая вот. С этой мы возьмем рамочку и стекло. А с этой в фон. Это у нас 64-й год. В самой картине, так сказать, уже больше 50 лет. А это рамка послевоенная. Ей и того больше. 50-е года. Разберем, почистим. Посмотрим, что получится. С этой стороны все вот так. Сейчас будем разбирать. Чуток помыл. Прошелся шкуркой. Так как кое-где лак сдулся. Кое-где были заусеницы. Потом еще раз пройдемся помельче. Теперь будем клеить вот такие вот штапики. Можно купить на рынке. Я пилил сам. Чуток неровные. Но их не будет видно. Потому что на рынок пока не еду. Все приклеили. Вот таким вот чудом китайской инженерии. Вот такой вот буртик у нас выйдет. Мы ее еще оккультурим. Там лак, морилочка. Обрежем остатки клея. Но смысл у нас вот такой вот. Так что процесс движется. Есть у меня чуток вот такого вот лака. Сейчас покроем таким лаком нашу рамочку. Посмотрим чего выйдет. Дальше возьмем вот такую вот ткань. Похоже на мешок. Нарисуем квадрат. Какой нам нравится. Потом возьмем вот такую вот стопку. Даже без стопки. И вот так вот в уголок поставим. Хоп. Где-то есть. И ручкой вот так обведем. И будет такой красивый овальчик. И это так во всех четырех углах. И чего-нибудь получится. Жена меня поправила. Говорит, это ткань, на которой наши дедушки, бабушки делали ковры. Как она правильно называется, я не знаю. Но жена выделила со своих, так сказать, стратегических запасов. Вырезал. И получилось вот так. Вроде бы подсохла. Вот такая вот рамочка у нас получилась. Блестит. Красиво. Вот с той стороны думала клеить бумагой или тканей, чтобы красиво. Но вышло достаточно темно. Не буду. Для первого панно сойдет и так. Ткань у нас приклеилась вот так вот. Вот здесь видите много момента и проступило. Но не беда. Мы сюда наклеим монетку. Вот так у нас получилось. Края не обрезал. Обрежу потом все уже на картине. Да. Вот такие вот монетки будем использовать для нашей картины. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Царские, советские, вот пятачок, 1880-го. Вот копеечка зеленой патине Елизаветы. Вот копеечка. Ой, монетка 2 копейки КМ Александра в неплохом сохране. Пятачок 24-го. Копеечка Александра 2-го. 1 рубль. Забыл поставить стекло. Пошлось разбирать. Итак, с чем столкнулся? Что монетки, которые покрыты искусственной патиной, клеиться не захотели. Это понятно. Дважды обезжиривал, но это не помогло. Чего сделал? Взял вот такой вот клей. Вот он. По капельке на монетку засох. А потом клеил. И так все приклеилось. Итак, смотрим. Хоп. И ничего не падает. Сейчас вставим в рамочку. Итак, подытожим. Вот такое вот у меня получилось панно. Достаточно красиво. Монетки блестят. Вышло. Естественно. Чего и добивался. Не знаю, камера передает или нет. В помещении снимает не айс. Сильно не пинайте, так как это мое первое панно. Не в смысле с монет, а вообще первое в жизни. Вот так я его увидел. Почему не денежное дерево? Да потому что как-то приелось в интернете. А так попалась такая картина. Точнее фотография с картины. Достаточно старая. Больше 50 лет. И вот так я это увидел. Рамка еще более старая. Почему именно стеклом? Не знаю, как-то больше солидное или я не знаю. Повторюсь, что монетки, которые покрыты штучной патиной, не хотели клеяться. Так что это учитывайте. Как по мне, если они разноцветные, так как в жизни более красиво, натурально, но это дело вкуса. Кто как видит, пробуйте. И у вас обязательно чего-нибудь получится. Если данное вам видео понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, пишите грозные комментарии. Обсудим, если по делу. Подписывайтесь на канал. Будет много интересного. Вам удачи. Не болейте.